Вы слушаете подкаст A Taste of Russian, выпуск номер 356. Дорога к храму. Привет, друзья! Вот и началось лето, с чем мы вас и поздравляем. И по традиции сегодняшний выпуск будет бесплатным. Текстовую версию подкаста вы найдете на сайте torpod.com. Там же вы можете поддержать наш проект, подписавшись на еженедельные платные выпуски. Итак, лето. Лично я его не очень люблю, у нас слишком жарко в это время года. Мне больше по душе, то есть нравится, ранняя осень и поздняя весна. Но тем не менее, это лучше, чем унылая зима с морозами и кучей теплой одежды. Если вы живете около моря, знайте, летом мы вам завидуем еще больше. В этом году жарким у нас получился и май. Причем жарким в нескольких смыслах. Во-первых, температура, в общем и среднем, была выше нормы. А во-вторых, он был наполнен жаркими политическими событиями. Так говорят, когда происходит нечто значительное, серьезное. То, что вызывает общественное движение. Например, жаркое обсуждение нового законопроекта. Об одном событии из российской общественной жизни мы вам сегодня и расскажем. Интересен этот случай несколькими моментами. Во-первых, местом действия. В нашей стране основными поставщиками политических новостей являются Москва и, в гораздо меньшей степени, Санкт-Петербург. Оно и понятно. Все органы власти находятся именно в этих городах. А тема нашего сегодняшнего выпуска связана с другим городом. О нем мы отдельно поговорим позже. Во-вторых, интересен результат этого события. Не секрет, что столкновения с властью чаще всего бесперспективны. Хороший современный пример – движение желтых жилетов во Франции. Люди выходят на протесты уже полгода без особых результатов. А в нашем сегодняшнем примере люди смогли добиться пересмотра решения властей. В России с нашими многолетними авторитарными традициями это еще более удивительно. В-третьих, интересно организация таких движений. Простое народное собрание без лидеров, без ясной программы достигает результата крайне редко. Пример – все современные так называемые цветные революции. Западной пропагандой они освещаются как движение народных масс. И это отчасти так и есть. Везде имелось недовольство властью. Но без четкой организации и без работы с силовыми структурами успеха такие движения достигнуть не могут. В нашем же случае организаторы пока неизвестны. Они определенно были, судя по видео из города. Организовано все было весьма неплохо и грамотно. Но пока не видна ни одна политическая сила, которой бы это было выгодно и которая взяла бы на себя ответственность за организацию мероприятия. В общем, этот вопрос пока требует изучения. Как говорится, остается открытым. Выпуск называется «Дорога к храму». Так образно называют религиозный путь человека, совокупность событий, которые привели его к принятию какой-то религии, к вере в Бога. Казалось бы, все связанное с религией должно иметь некий философский, духовный оттенок. Но в капиталистическом мире, как это часто бывает, финансовая сторона решает даже в делах духовных. Об этом мы узнаем из истории. Давайте наконец послушаем, что же случилось. В этой истории будет много выражений, характерных для публицистики, то есть для речи газет и журналов. Рекомендуем вам их запомнить, они вам не раз встретятся в современной русской письменной речи. Итак, поехали! Немного поутихли страсти по поводу строительства храма в Екатеринбурге. Для непричастных и интересующихся, вот вся история вкратце, крупными мазками. Для начала отметим, что Йобург – город-миллионник, со всеми вытекающими, в том числе и с отсутствием достаточного количества скверов и парков. А именно на месте такого сквера и хотели построить храм святой Екатерины. Мнением смердов, разумеется, никто не интересовался. Однако нашлись сознательные граждане, которые смогли отстоять сквер. Сам гарант Конституции был вынужден выступить с речью и попросить прислушаться к мнению жителей. Спонсорами строительства выступали местные олигархи. Храм был оценен в кругленькую сумму. Казалось бы, зачем богатею терять деньги? Но ларчик просто открывался. Рядом с храмом планировали возвести элитный жилой комплекс. По странному совпадению, его должна была строить фирма, принадлежащая тем же олигархам. Поэтому вложенные деньги отбились бы с лихвой. Сейчас вроде все на тормозах спустили. Опрос провели. 74% против храма в сквере высказалось. Наверное, власти думали, что прокатит все как обычно. Но народ безмолвствовать не стал. Фраза «Паутихли страсти» как раз пример характерного для публицистики высказывания. Это означает, что некие события, раньше происходившие активно и волновавшие многих людей, теперь происходят не так интенсивно, их активность снизилась. Противоположное высказывание «разгорелись страсти». Или даже «разгорелись нешуточные страсти». Это означает большую вовлеченность людей в некие события или обсуждения. К примеру, на телевизионном ток-шоу, от английского слова «talk» – разговор, разгорелись нешуточные страсти, и один из участников избил ведущего. Пришлось вызывать охрану. Непричастным называют человека, не имеющего отношения к какому-либо делу. У нас есть такая шутка – накажем невиновных, наградим непричастных. Юмор в том, что очень часто о событиях судят люди, совершенно о них ничего не знающие. И потому действительно наказываются невиновные, а награждаются непричастные, то есть никак не участвующие в этих событиях. Как не трудно догадаться, в этой истории поднепричастными мы имеем в виду тех людей, кто ничего не знает об этом конфликте народа и власти. Слово «мазок» означает след, нанесенный кистью с помощью краски. Мазками рисуют картину художники. Причем сначала они рисуют крупными мазками, обозначая общую композицию картины, либо нанося фон. А потом мазки становятся все мельче и картина обретает детали. В нашем выпуске выражения используются в переносном смысле. Крупными мазками – значит кратко, не вдаваясь в детали. Рассказчик собирается нам передать, обрисовать лишь суть событий, без лишних подробностей. А подробности, кстати, были тоже интересные. Например, предлагаем вам посмотреть короткое видео диалога защитника строительства в лице сотрудника частного охранного предприятия и одного из противников строительства. Ссылка на видео имеется в текстовой версии подкаста. Заодно потренируйтесь в понимании неразборчивого разговорного русского языка. Действие происходило в городе Екатеринбурге. В разговорной речи, особенно местные жители, его часто сокращенно называют Йобург, а иногда, реже, Екат. Как, например, американский Лос-Анджелес порой сокращают до двух букв – Л.А. Екатеринбург – это город-миллионник, то есть его население составляет более миллиона человек. Вопреки распространенному мнению, город назван не в честь императрицы Екатерины II, а в честь Екатерины I, жены Петра I. Именно по его распоряжению на месте современного Екатеринбурга начали строить металлургические заводы. Также город известен тем, что здесь была расстреляна семья последнего русского императора Николая II. В новейшей истории город знаменит своей организованной преступностью в 90-е годы прошлого века и большим протестным потенциалом. Так, долгое время, с 2013 по 2018 год, мэром Екатеринбурга являлся оппозиционный политик Евгений Ройзман, сделавший себе имя на борьбе с местной наркомафией. Сейчас ни одного оппозиционного мэра города-миллионника и ни одного оппозиционного власти-губернатора в России нет. Фраза «Со всеми вытекающими» сокращение от «Со всеми вытекающими обстоятельствами». Из того, что Екатеринбург – миллионник, почти наверняка следует несколько фактов. Во-первых, там выше уровень зарплат, чем в менее крупных городах. Во-вторых, там наверняка много машин и большие пробки утром и вечером. И, наконец, там большая плотность населения и, соответственно, плотность застройки. Большая плотность застройки автоматически означает малое количество мест отдыха в пределах города. Слово «сквер» в русском языке отличается от английского «сквер», что означает просто «площадь». В русском языке «сквер» – это место для отдыха в черте города с лавочками, цветами и деревьями. Примерно то же самое означает и парк. Говоря официальным языком, скверы и парки – это места или зоны озеленения города, то есть те места, где в городе сохраняется растительность, деревья, кусты и цветы. Очевидно, что в современных городских условиях с довольно плохой экологией очень важно иметь места, где можно отдохнуть и подышать чистым воздухом. В отличие от церкви, скверами пользуются все. Потому общественность и воспротивилась, стала сопротивляться строительству храма. Его хотели строить на месте исторического сквера. Кроме того, в пешей доступности от выбранного места строительства находятся несколько других больших церквей, то есть до них можно легко дойти пешком буквально за несколько минут. Таким образом, права верующих людей в Екатеринбурге ущемлять никто не собирался. Там много мест, где желающие могут помолиться. Словом, «смерть» на Руси называли «свободного крестьянина». Сейчас так образно называют «простого человека». Когда утверждали место строительства для новой церкви, мнение общественности никто не спрашивал. Такие вещи обычно решаются властью и бизнесом в своих интересах. Сознательным гражданином называют человека с четкой общественной позицией, того, кто готов отстаивать эту позицию, идя на конфликт с другими людьми или властью. Это выражение используется в положительном смысле. Понятие «сознательный гражданин» противоположно понятию «обыватель». Так называют простого человека с очень узкими интересами, касающимися только его самого. Отстоять – это то же самое, что и защитить. Примеры употребления. В тяжелых боях с неприятелем город удалось отстоять. В результате длительных переговоров руководству компании удалось отстоять перед инвесторами первоначальный план выпуска новой продукции. В этом конфликте общества и власти победа осталась за обществом. Храм будут строить в другом месте, а сквер останется там, где он есть. Но этому предшествовало несколько интересных событий. Сначала вокруг планируемой стройки поставили забор. Протестующие выкинули забор в реку. Затем к месту протеста подогнали полицию. И самое интересное – работников частных охранных предприятий. Они начали применять насилие к участникам протеста, а полиция эти действия не пресекала, не останавливала. Таким образом, в конфликте двух групп граждан правительство в лице полиции отказалось защищать права одной из групп, поддерживая таким образом беззаконие и произвол. Так иначе называют незаконное поведение. Противостояние продолжалось примерно неделю. В это время по телевизору данные протесты игнорировались, несмотря на то, что в интернет-СМИ в средствах массовой информации новости из Екатеринбурга занимали серьезное место. И, наконец, президент высказался, что неплохо бы спросить мнение самих жителей. Гарант Конституции – это публицистический штамп, который используется для обозначения должности президента Российской Федерации. А прислушаться к мнению – тоже популярный оборот для обозначения внимания к чьему-то мнению. Спонсором называют того, кто безвозмездно оплачивает какое-то мероприятие. также спонсорами называют своих мужчин женщины, встречающиеся с ними только из-за денег. А олигарх – это крупный бизнесмен, обладающий политической властью. Классический пример из настоящего – бывший президент Украины Петр Порошенко. Он, будучи одним из самых богатых людей Украины, избрался в президенты и помимо экономической сосредоточил в своих руках, то есть стал иметь также и политическую власть. Богатей – разговорное название богатого человека. Спонсировали постройку храма действительно богатые люди, и такие люди не любят терять деньги. Поэтому, пока была видна только внешняя сторона событий, их позиция была непонятна. Выскренность религиозных чувств очень богатого человека верится с трудом. Точнее, совсем не верится. Тратить кругленькую сумму, то есть значительную сумму денег, никто просто так не будет. Но Ларчик открывался просто. Так говорят, когда не нужно придумывать какое-то сложное решение или объяснение, когда решение очевидно. Фраза происходит из басни Ивана Андреевича Крылова про опытного механика, который не мог открыть ларец, особую коробку с замком. Он так и не смог его открыть, хотя замка на нем вообще не было. Ларчик просто открывался. Этими словами Крылов говорит, что не стоит слишком усложнять поставленные задачи, не попробовав решить их самым простым способом. В случае с Екатеринбургским делом объяснение щедрости олигархов было крайне простое. Взамен им давали возможность построить или, как еще говорят, возвести элитный жилой комплекс неподалеку от нового храма, то есть комплекс зданий для жилья и досуга граждан. Это самый центр города, а значит престижный район. И не считая стоимости земли, строить такие дома очень выгодно. Землю, скорее всего, давали на льготных, то есть выгодных условиях. Потом, когда новое жилье будет готово, много людей захотят жить в центре города с видом на красивый храм. Такие квартиры можно отлично продать и заработать много денег. Поэтому вложенные в церковь деньги, скорее всего, отбились бы с лихвой. То есть олигархи заработали бы гораздо больше, чем вложили. Простой бизнес, ничего личного, ничего духовного, ничего религиозного. Капитализм в чистом виде. Спустить все на тормозах. Значит не давать делу ход, избегать активных действий, действовать так, чтобы дело разрешилось само. После слов Путина, что неплохо бы спросить у жителей, нужен ли им храм в сквере. Такой опрос был мгновенно проведен. 74% жителей Екатеринбурга высказались против. И губернатор пообещал, что храма в сквере не будет, его будут строить в другом месте. Прокатило, значит повезло, удачно сложилось. Такие стройки проходили по другим городам. Протестовать обычно выходит, но положительного результата не получается. Нигде пока не получилось такого организованного движения, как в Екатеринбурге. Поэтому власти жителей никогда не спрашивали, всегда действовали так, как считали нужным. Но в Екатеринбурге система сломалась. Фразой «Народ безмолвствует» заканчивается трагедия Александра Сергеевича Пушкина Борис Годунов. Безмолвствует значит молчит. Этой фразой обозначают нежелание людей активно отстаивать свои права. Это не значит, что люди согласны. Это значит лишь то, что они не выражают протеста. Пока или совсем. В Екатеринбурге жители безмолвствовать не стали и защитили свой сквер от жадных олигархов. На этой неделе была новость о том, что по делу о массовых беспорядках в Екатеринбурге оштрафован первый человек. Естественно, этот человек со стороны протестующих, а не из тех крепких парней охранников, кто их бил. Таким образом, позиция власти не изменилась, а дело пока далеко от своего завершения. На этом все на сегодня. Присылайте свои вопросы и пожелания на почту tasteofrussian at gmail.com До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok